В этой одежде 8-летний Алихан был в последние минуты жизни. Он умер на руках у матери и отца после многочасовых скитаний по шамкенским больницам. В трех медицинских учреждениях маленькому пациенту с дикими болями в животе врачи никак не могли поставить диагноз, а потому и отказывали в госпитализации. Очень сильно мучился мой ребенок. Он в больнице начал плакать и говорит, мама, пойдем домой, я кушать хочу. Мы поехали, он в машине хотел прилечь на колени ко мне, но живот так болел, что он как закричит, мама, и посмотрел на меня такими глазами. И все. Рвота и боли в животе у Алихана Сейтхана начались ночью, а утром на скорой доставили ребенка в шамкенскую больницу номер один. Дежурный хирург подозрение на аппендицит исключил. Вот только истинный диагноз даже не стал устанавливать, возмущаются родители. За 11 часов они не смогли поставить сыну диагноз. Мы ездили то в одну больницу, то в другую. После вскрытия оказалось, что у него слиплись кишки. Если бы его сразу прооперировали, может, его можно было спасти. Мой ребенок так мучился. Врачи свою ошибку признают, заявляют в управлении здравоохранения. Молодчеловеческого фактора никто не застрахован. А у Алихана было речайшее для восьмилетнего ребенка заболевание. Поэтому два лучших детских хирурга шамкента проглядели некроз и тромбоз сосудов кишечника. За смерть ребенка наказаны все врачи, кто в тот день не оказал ему экстренную помощь. Всего шесть человек. Правда, уволен только дежурный хирург. Остальные отделались строгим выговором. Основная вина ложится на хирурга, который впервые принимал ребенка. Он должен был провести диагностическое обследование. Раз диагноз непонятен – диагностическую лапароскопию. Родители таким наказанием для равнодушных врачей недовольны. Говорят, что никакие извинения не вернут и младшего сына. Перебирая грамоты за отличную учебу, игрушки и вещи сына, Акмарал и Нышан заявляют, что будут добиваться судебного разбирательства, чтобы в их ситуации не оказались другие родители.